Холушки многоуважаемые Амигос и те, кто решил облагородить своим вниманием очередной выпуск Игра Трёпа, центральной темой которого станет, в общем-то единственной темой которого станет Tomb Raider 2013, игра из-за которой начались небольшие срачи в комментах и тому подобное. И как обычно я, и как необычно снова с нами Эфи, подай голос, помнишь, когда я сказал тебе, что собираюсь писать Tomb Raider, ты сказала, только не обосри её, потому что если ты это, в любом, кто это сделает, ты сказала, что? Я, по-моему, выколю глаза или что-то в этом роде. Ну подай, сучка, посмотрим, кто кого. Игра мне не понравилась. Я качаюсь. Я, то есть, предполагала, извини, что перебиваю, предполагала, что ты так и сделаешь, потому что да. Это многие предполагают, что я так сделаю. Нет, на самом деле, поначалу всё шло очень хорошо, но суть не об этом. Суть о том, что вообще есть, ну, это перезапуск, это перезапуск серии, да, что такое перезапуск? Это попытка переосмыслить вообще игру, персонажа, героя, то есть, есть определённые правила, да, при употреблении слов «перезапуск». То есть, ты должен в перезапуске объяснить, откуда этот герой взялся, откуда он научился тому, чего он умеет, как он вообще таким стал. Когда сняли «Бэтмен» начало, перезапуск «Бэтмена», любезно объяснили, что он поехал там в какой-то шаолейн, научился там карате и хрен знает чему ещё. А между тем, к «Бэтмену» вопросов-то вообще не было. Он супергерой, он всё умеет, потому что он «Бэтмен», знаете, всё сказано. Он мог, блядь, родиться, он мог с Криптона прилететь. Но Лара Крофт, она не супергерой, она не обладает там инопланетными способностями, она где-то всё должна была узнать. Научиться. Да, и это я хотел узнать из перезапуска, потому что это перезапуск, следующий шанс это всё объяснить фанатам серии уже не будет. То есть, следующий перезапуск ещё через 50 лет будет. А пока что мы вот узнали из первой серии, что? Ничего. Да, потому что поначалу действительно приплыла на остров 19-летняя девочка, которая действительно ничего не умеет, оказалась в экстремальной ситуации и выживала чудом. То есть, когда вот она там падает куда-то каждые 15 минут, там чудом себе не ломает жопу, вся в штырях, в порезах, сверху упал самолёт, она всё катится, куда-то перекатывается, бежит. Это всё красиво, это всё объясняет. Потом она убивает первого человека, конечно. А, и она ещё поскуливает у каждого костра, убивает первого человека и начинается, сидит, о боже, я убила человека, о боже. Что после этого обычно, ну, происходит? Я не знаю, я не тёлка, я не знаю, как баба отреагирует на убийство человека, я-то мужик, я замочу и не поморщусь. Она сидит и я убила человека, я убила человека. После этого логично было бы избегать убийств человека. Или, я не знаю, как обходить их стороной, может быть. Но у Лары Крофт случился синдром войны в заливе. Она, знаешь, такая, как будто я убила человека, я убила человека. Как же пизда-то, а пойду убью ещё 100 тысяч человек. И в итоге к концу игры она уносит жизни больше, чем крушение Титаника. Да. И вот момент, именно вот, момент, где часть между тем, ой, я убила человека и ой, у меня лук-дробовик. Я сейчас из них тут, из подручных деталей сделаю страйкеры калашников из оружия времён Первой мировой войны. Дробовик. Да. Вот где между ними кусочек того, откуда она вот вообще всему научилась. Откуда взялась эта безжалостность, что она ледорубом там мочит людей. Разработчик сам говорил, то есть в игре будет, ну, именно подробно показано становление Лары как персонажа, внутреннего мира её, как она пришла к тому, что она стала расхитительницей гробниц. Да, как она пришла, как она стала расхитительницей гробниц, а не массовым убийцем. Да, то есть вот это вот. Вот что должна была показать эта игра. Я тоже ожидала, знаешь, у тебя что хочу добавить? Просто в легенде, то, как она стала расхитительницей гробниц, это показано даже лучше, чем вот в этой игре, потому что там в конце игры... А, легенда это была предыдущая попытка перезапуска, да? нет это просто было продолжение игры вот дожди была какая-то часть я начинал игру с двумя косичками на голове это говорили что типа предыстория это наверное было или хроники часть на то вообще еще там 2000 год вот так легенде в конце там показано то есть почему она стала раскидываться границ ну во-первых потому что она росла в такой семье у нее папа археолог был это первое здесь тоже об этом упомянули вскользь вот ну в лари в легенде там упомянуто очень хорошо вот а второе то что она ее мать пропала тогда и было 9 лет и она ее искала и то есть находила там всякие реликвии и так далее чтобы отыскать свою мать вот то есть вот как бы из-за этого до вершин из-за этого она стала растительницы гробниц то есть как бы по стопам отца вот потому что она еще искала где туда и отец пропал куда ее мать пропала и в итоге она вот пришла к этому вот то есть в легенде игра 2006 года не лучше рассказано о том как лора стала тем кем она сейчас есть чем в 2013 году лару которая выпустила на самом деле это хорошая информация хорошо что сказал потому что мне в последнее время казалось что лара крофт родилась у команда от шо от чака норриса но помнишь фильм где шварстных выражает возможно это была лара потому что такую мясорубку я не видел давно и вообще никак не ожидал и хорошо даже если брать что игр игра как игра и в принципе херстным сюжетом я в принципе не особый фанат лары крофт не играл в какие-то части но мне в принципе сюда лампочки вся эта сюжетная суть и муть хорошо берем только пусть берем только вот игровую часть хорошо когда вот лара крофт катилась с обрыва потом подойти полетела на парашюте у сюжетной линии парашют не закрылся сюжетная линия ебнулась вниз и умерла дальше пошел шутан вот именно с того момента она куда-то там приползает раненая и дерется с бандой людей за аптечку из вертолета и что это за шутер начинается он до конца игры один и тот же во первых четыре вида врагов примерно столько на каждого по одному виду оружие у лара крофт появляется самураи что самураи они переодеты по другому 10 точно так же то есть каждая каждая битва с людьми выглядит как лара крофт приходит на какую-то типа арену и начинают они вываливать на тебя то есть там на корабле там вот это сражение там в деревне стандартно выбегают два автоматчика два человека или один с гранатами еще двое дебилов с ножами без инстинктов самосохранения нападают на тебя с флангов то есть и стандартно одно два укрытия то есть выбегать люди естественно лара автоматом пригибается прирастает жопой к укрытию начинается перестрелка каждый раз к тебе за укрытие прилетает граната ты вынужден менять позицию попутно пытай попутно пытаешься там что-то кого-то отстреливать что на джойстике делать совершенно дикой было болью в жопе именно и вот начинается вот то есть именно в этот момент в игре закончился весь вот все вот эти шикарные красивые моменты где она там куда-то лезет все валится рушится начинается просто шутер проходит полчаса шутер час прошел шутер полтора часа шутер и каждый раз одно и тоже каждый раз просто поменялась чуть-чуть обстановка укрытие местами и все те же восемь человек на тебя нападают ну примерно в таком количестве выбегает начинается стрельба и в определенный момент это уже затрахивает ты начинаешь тупо рашить вперед потому что хочешь уже дойти до чего-то более интересного в этот момент да и где-то дальше чем середины игры разработчик вспоминает дождите блять мы же делаем не рэмбо мы делаем на лару кровь давайте сделаем загадкой самой много да если бы ногу сломали и хоть заставили от лару от волков убегать это хоть бы интересно было но там приходишь в такую пещерку где стоит деревянная стена болтается люстра и видно проем стене и тебе говорят попробуй залезь вот в эту форточку и это вообще не интересно это не то что я уже жду от этой игры я уже забыл что-то лара кровь я уже хрен с ним я хочу чтобы перестрелки сменились каким-то другим экшеном они просто затормозила сыгра из-за того что они сделали ловушку какую-то там это как его загадку лазить допустим лифт вот этот вниз спускать это полчаса длится ты один замок сломал обошел залез второй замок сломал залез повыше трети это блять загадки такие дерьмо какой-то это убийство времени просто игрового нахрен просто взяли говорит что-то игра быстро проходится на тебе блять загадку которую просто невозможно быстро пройти я вот помню просто когда я еще проходила юбилейное издание это переиздание самой первой части девяносто шестого года вот вот там ну там не то что загадки там просто ну на логику так ну может загадки не загадки короче на логику на физику и сам надо было например собрать 4 ключа ну там один момент был вот в греции 4 ключа надо было собрать и в каждую из комнаты на было определенным способом добраться потом этой комнате еще же надо было определенным образом там что-то сделать пропрыгать пролазить и только потом ты получаешь ключ то есть там было реально это интересно сделано то есть там наш такие вот красивые локации были потом ты получаешь 4 ключа то есть там не просто так ты там что-то попрыгал полазил оп-хоп и все блин типа ну да и плавно переходим к гробницам из 2013 части года гробницы есть но такое ощущение что добавлены они уже после того как игра была сделана когда вспомнили что это том брайдера надо что-то да что-то надо в гробницу положить чтобы заманить туда игрока а все а все уже как бы разложено все уже есть поэтому там лежат вазочки масочки бусы книги какое-то говно опыт и кусок оружия запчасти то есть и тебе еще самое что самое ужасное в этих гробницах это то что я в комментах где-то во время второй серии прочитал что иногда гробницы сразу пройти нельзя в них их можно пройти только когда вернешься к ним назад когда найдешь какое-нибудь приспособление для прохождения этой самой улучшения поставить примеру на то чтобы открывать эти и эта мысль она просто вот мне покоя не давала когда я вот дошел до гробницы с плотиком я был уверен что мне нужно найти вот этот вот вот этот прибор на котором она себя может притянуть стоя на этом плоту куда-нибудь я уже не думал что надо решать эту загадку и ставлю имея в наличии то что есть надо посадить плот под электричество пройти нет там ну таскаешь плот вынимаешь электропровод провода из воды подгоняешь по них под них плот и все вода можно уходить принципе хорошая загадка на смекалистость но я думал что мне то есть понадобится что-то еще вообще понять логику в этой игры что в какие-то доски стрелы с канатами втыкаются в какие-то бревна не не втыкаются почему-то почему-то по стене вот здесь вот можно лазить крюком а здесь нельзя не это все помечено да и согласен но как бы почему я не могу втыкать канат куда мне хочется в чем у нее проблема я не понимаю в общем это основная моя претензия к этой игре что в игре просто слишком много шутана и он для меня мне показался однообразным даже персонажа до хуже я уже забыл про эту историю мне уже нахрен еще надо просто даже шутер хотя бы можно было сделать как бы игра ухватилась сразу за историю то есть перезапуск за шутер за гробницы за логику и ничего не доделали по поводу шутера что вот изначально лара крофт иногда там было такое что там убийство людей и так далее там животных убивала она олененка вначале но это да это в этой в 13 части но там это один единственный раз было и все в начале игры и волков там порона еще по перестреляла и внука вот а в ангел тьмы юбилейка легенда там она убивала как людей так и животных для нее вот но там это было настолько минимально сделано даже динозавров убивала да я знаю в первую часть на курсе динозавров это было шикарно то есть я жалею что здесь их не было кстати вот когда я запустила переиздание то есть 2007 года в которую первую сделали переделали с новой графикой я такая смотрю тиранозавр я такая и хренаж себе вот это да красный правда красный вот круто то есть это было наверное я поиграла в эту часть наверно в году 2009 наверное для меня тогда это было что-то да то есть тиранозавра причем убивать не обязательно хотя у тебя есть по пистолеты и патроны в них бесконечные почему бы нет да мы его и убивали не убивали но это один из самых ярких это наверно первая часть наша перезапуске уже надо было то есть переиздание убивать да просто ну хоть ой в том байдере в том байдере когда-то были боссы чудненько я уже и забыл потому что 2013 часть их не было джеймс ратванд босс легенде там потом потому что это правило шутера ты проходишь уровень убиваешь убиваешь и потом тебе надо убить его босс этого там этого здесь убиваешь убиваешь опа ничего там то есть ты идешь там попадались враги ну и их не надо было убивать нашим на толпами знаешь там по 30 по 40 человек там 34 максимум врага на какой-то локации все это вообще скопление больших врагов там было только какие-то определенных таких локаций где была большая местность и в основном там один где-то враг там еще один враг вот то есть не было такого узнать идут там 40 человек это их всех должна закосить или должен это кафе просто из-за дробовика который плюется огнем ладно как я уже говорил давай меньше на больше переходить к чтениям так чтение начнешь начну до роман корик писал я же вроде бы написал что уже высказал свое личное мнение о прохождении низко почтимого бесполезного да но для меня как раз дикостью оказалось то что на элементарных задачках без полива игру говном только потому что нужно было хоть чуть-чуть осмотреться и подумать и не гнать на игру за свои тупости вот типа что ты плохо начал говорить о серии после того как серия с котиком какая-то просто задержка . тогда просто как вообще можно только что и ты убивал людей просто пачками сотнями тысячами тут раз и надо стоять я смотрю на сторона да и плюс ко всему я знал что можно решить задачу с плотиком протрахаться там час посмотреть прохождение но ради чего этого чтобы она из сундука опять что-то достала убрала себе в карман и тебе на экране дали покрутить вазочку посмотреть на нее послушать про эту вазочку если я хочу слушать про вазочку который там 1000 лет я беру встаю еду в музей плачу за вход смотрю на вазочки зачем мне смотреть на ней в игре да и тем более она чё-то рассказывает про эту вазочку ну хорошо блин это все равно что к эти люди которые историю по ассасинскриду учат ну допустим да вот про вазочку она зачитала ну и кто после прохождения игры вспомнить что это за вазочка блять чем она там значит знаешь что самое обидное то есть там вообще ничего не запоминается вот в этой части если помню я проходила те предыдущие я помню там примеру вилка бамбу тихока на клава пека помню там значит этих вот богов всяких там и так далее там чашу мук например там тоже шартефакты можно собирать то есть это я помню а тут я вообще ни хрена не помню маска какая-то еще какая-то маска потом маска такая вот так потому что здесь вот именно музейная такая презентация очень много ненужной информации просто предоставлено вот количество еще книг в этой игре я забыл сказать что просто запредельно хирает лежит по три по шесть да и к чему они нужны я хочу узнать историю лары крофта не блять пимики и вот этого сраного острова мне всю жизнь даже в истории но на истории в школе мы не проходили ничего японского китайского азиатской культуры вообще не проходилось никаким дураком и в принципе я счастлив мне абсолютно насрать потому что у них там действительно несколько тысяч лет там блять династии миндзима не понимает все это с это слишком объемно или чем ты изучаешь это всю жизнь и лучше даже не браться так мне кажется далее максим к чиж он а подожди а ну давай лан максим картинка на а почему ты называешь его максим к между вами что он да конечно горячая любовь ну давай он пишет что мне игра понравилась но не есть большой минус как сказал без есть конкретные доработки во всех направлениях гробницы маленькие проходятся минуты за две играл в легенду там я получил кайф от таких гробниц шутер примитивная стрельба из укрытия в укрытии ничего новое не увидел он даже в атмосферу не вписывается когда начинался шутер я не понимал во что играю вот сеттинг игры подходит но не для шутера больше исследования больше загадочности он пишет и всем и за что самая первая часть вары это не шутера это логик загадки разгадки гробницы ловушки опасные противники ну в принципе да его типа оценка это 5 из 10 он да он жестче чем игромания которая поливала игру тоже такими же словами что непонятно непонятно 8 использовала 8 с половиной в итоге он более подошел так да более суров чё в общем-то все правильно как-то вот в игре все свалили в кучу просто сборная солянка венегрет и все что кому оливье все это вместе какая-то не очень интересная картина побегал пострелял но я и фар край блин четвертый побегал пострелял вот что лара что фар край в них только вид разные суть одна и та же бегаешь убиваешь каких-то папуас причем на на необитаемом острове но можно было врагов придумать много разных каких-нибудь а в итоге одни бандиты было все русские газа не были этим николай и юрий по моему о господи ну короче не обошлись стороной вот это все дело как обычно так дай я читану для разнообразия а мы просто с ютуба вместе коммент списывать значит а питер пьютер шмидт 20 часов назад классно скопила значит однажды моя девушка любительница серии tomb raider увидела как я играл в эту часть когда я сказала что это продолжение перезапуск всей серии после просмотра моей игры в течение 10 аж 10 минут она сказала так я не буду в это играть потому что не хочу осквернить память о былой лариске слишком радикально изменили игру надо было оставить градиент как мне нравится как девочки называют лару лариской они считают что они считают что она чуть ли не родственница видимо крутые бабы очень редкие в этом в игре в игре персонажи чаще мужские все-таки но в принципе вот все правильно написано что нужно было ставить градиент нужно было нужно было просто сделать то что обещали сделать я вот так сказал ну как выживание срывая ваш мы рваю я вообще не по зачем я убил первого оленя в этой игре для чего она кстати все старшуюся игру она в еде не нуждалась почему-то она могла димали нечего то что я не знаю что когда он выигрывает заячика попробуй заметил так да иначе я не считаю тем повсюду птицы летали просто да да но их не нужно убивать да но что в принципе милосердно он тогда вообще зачем заикаться про то что и нужно и домах спокойно души и травки покушать и богу да ну и покушать смотрю на эту сайт сколько ты протянешь на дрове но это как-то так непонятно все это не она его нам подбирал еду из ящиков который превращался в очки опыта давай следующая александр назаров игра в целом хороша графон на уровне но не слишком атмосфера приключений выживания присутствует порти все наивная по и портить все наивный сюжете цены идиоте и сцене и дети и сценах также множественные травмы главной героини просто не укладывал сознание как она в живых осталось на первых минутах игры аркада что сказать зрелищная с парочкой зрелых румяных булочек под наливными яблочками не знаю как понимать графика шикарная но не очень или как в начале написано графон на уровне но не слишком как как графика шикарно не очень графон на уровне москве не нравится это это как в барате мой ваш пиджак серый а черный не очень хорошая но не очень не знаю насчет графика у меня никаких претензий нету главное что это все еще не лагало нормально ну да это вообще прекрасно было особенно вот это как помнишь раз но они глаголили о том разработчики что вот волосы как настоящий ой 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 но это пиздёшь ну да там типа что-то включать какую-то там физику да 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 нахрен его на него это как это как плащ у бэтмена отвлекает рисовали кстати эта фигня волосы они просто они реально смотрел вода какая-то переливая я бы на лапке только ее волосы от убийства людей я бы напугала если бы у нее там так волосы прямо вот так вот да нет ну а по поводу вот то что как она в живых осталось после таких падений там у нее вообще но это игра как вы хотели чтобы игра началась лару пола издохлая и за это че за это бродиме там реально были жесткие на конкретно были да но в самом начале себе бог проткнул а потом а потом прыгала еще слушай я не знаю наверное если человек так проткнул себе пузянтус то наверное он вообще бы подняться ели смогла а сколько пуль в нее попало в эту игру я не могу не могу живучи главного героя в порядке вещей поэтому устутся нормально если что вот да если бы делать но на реализме то стрельбы должно было быть на порядок меньше но она должна была быть быть летальной скажем так так что в следующем году так я я дамы а вот я не а потому что это ильнур синюхин чувак который предоставил нам вот эти видосы пвп из сетевой игры которые сейчас крутятся на фоне я думаю значит так игра ему очень понравилось понравилось то что игрока не заставляют нажимать лишние кнопки ларк сама приседает нужный момент проходит преграды хватается за стены но не знаю какие в чем проблема нажимать кнопку присесть или перепрыгнуть это то есть пусть она еще убьет всех автоматом в паре моментов тогда я скажу что да автоматизированная игра шикарная но смотрится вот это видимо он говорит про то что смотрится это хорошо да она сама там пригнулась что-то там туда-сюда то есть типа какой-то более-менее искусственный интеллект у нее присутствует что типа враг хоп я присела да ну то есть небольшая автоматизация которая добавила визуальности этой игры я причем первый час игры не мог к этому привыкнуть я искал зарекхардочную кнопку на которую она может присесть и без прятки так дальше понравилось то что игра похоже визуально не на игру она крутой голливудский блокбастер по мне самый крутой момент это прыжок с парашютом ну и подъем на башню тоже хорош но базара нет прекрасные моменты если бы по всей игре разбросали таких моментов претензий бы вообще не было но в один прекрасный момент просто все красивости закончились остался сраный шутер без ничего вообще просто ни боссов ни хуя ведешь у меня о патроны это тата тата из лука пилоте как она из лука научилась стрелять висите мне да она просто взяла и начала тут пострелять в оленя и попала убила здесь короче все все становление героя под лозунгом за выжить захочешь сможешь я говорю не так раскоряешься да и поэтому и возьмешь из деталей соберешь себе из трактора странного древнего автомата калашников так дальше понравился а вот он пишет понравился именно шутан его механика даже с прокаченным оружием чувствуются недостатки каждого вида оружия дробовик не скорострелян у автомата большой разлет патронов нужно грамотно выбирать оружие расставлять скиллы это он про мультиплеер уточняет он ну да потому что я не знаю в прохождении в конце когда на из дробовика делает барабанный страйкер дробовик очень даже скорострельный то есть еще быстрее чтобы он стрелял уже не нужно учитывая что все с двух попаданий у меня так в нем сам это он про мультиплеер в нем самые крутые фишки подвешивание кверх ногами с возможностью отстреливаться ловушки которые можно ставить на противников мины скилл после смерти остается мина кирпича возможность вызвать бурю на одной карте которая подсветит противников а они тебя не видят на карте можно найти мини-ган и хэдшотный лук и многое другое да враги отлетают от дробаша пули противников мешают целиться сбивают прицел все логично продумано но я рад что в мультиплеере все логично продумано есть классные моменты где героиню подвешивать вверх ногами а где все это синглплеере было интересно забыли сделать где вот наполнение почему враги не догадались ни разу организовать нормальную засаду в которой никто не бежал бы на нее с саблями моментами то есть можешь ты попасть типа в ловушку тебя их ногами подвесит вот но это очень редко ты видишь просто напросто эту ловушку ты ее обходе да я ее и не видел даже я в нее умышленно попал чтобы веселее стал они в меня игры только издалека стреляли может и слишком шумный но я не видел никакие ловушки никакие мины ничего я не делаю на раза два такие вот такие две ловушки и все так значит дальше сюжет не самый плохой вспомнились фильмы про мумию за основу взятая реальная историческая личность и мифы о ней пимика и остров ямата и не учили по всему он имеет но наверное большой плюс что босса не сложны игра проходится в удовольствие а какие боссы где они были наверно босса последние это наверное хотя позиция там не было больше большого большого же на этом я с ним потом большой самурай если надо мини пусе не должен один на среднем босса это бывает от пимико это очень двигается он занял какая пимико ты чё там вышел большой самурай его убиваешь потом убиваешь этого способом все к ним пимико там я не видел ни купи пимико в конце там было пимико да не помню пимико она и деда переселение души пимико в как тут бабу звали наверно саманты вот в нее переселялась душа пимико типа и статуи и окаменевший путь ничего и потом лара должна была успеть добежать через кучу толпу врагов добежать давно но саму пимик убить ты не надо убивать и потом что-то сделать вот но это в конце скайк было а да и то что вот он пишет что ему понравился сюжет про то что все это из реальные из реальной жизни взяты это пимико остров ямата и это знаете разработчикам не давало покоя то что assassin's creed не задумывается над сюжетом а тупо берут исторический отрезок а его лепят и лепят горбатого ксения и тут тоже подумаем мы были реальный остров какой причем не супер популярный какой-то как бермудский треугольник какой-то у диаму блин взяли какой-то пимико и мотайник я не да никогда про это не слышал и с удовольствием не слышу я тоже не углевала по яндексе узнала что типа о да была такая пимика какая-то там баба и все на тему переселения душ и так персонажей достаточно и без пимики было мне кажется да так значит сюжет конечно не идеален продолжает и поступки героев нелогичные блин а где они когда логичны были это как когда белый негром предлагает разделиться так как они должны запомнить если на экране разбежались если не запоминаются просто как нафига подожди когда у ты играешь играешь потом доходишь до какого-то места тебе звонит это связывают с тобой по рации три раза за игру говорят мы в беде и ты бежишь обратно той же самой дорогой только россии то прибежать чтобы они за остальных тихо фары там если были главный герой они появлялись вообще на минуту но не были настолько запоминающимися что это просто вообще капец ну просто это я как человек который очень много играл в такие лары где только лары и человек за много-много миль так значит загадки загадки не так интересные да и некоторые моменты с невозможностью запрыгнуть куда-то или приложить для этого усилия или чтобы что-то нажать нужно подойти к объекту пока не высветится подсказка но это мелочи так что игра круто спасибо разработчикам жду вторую часть ну я тоже жду вторую часть надеюсь она будет с видом с видом из глаз мини ганом и без загадок чё нахрен они уже нужны собственно уже не переиздание уже начнется то что они захотят дальше там это будет очередная порция отменного шутера надеюсь что будет больше крутых моментов ждать что там брайдер снова станет обрайдером уже теперь глупо карте не должны были остановиться на все они нужны были пока это приносят деньги никто никогда не остановится высосу досах от сюжет он бедный резидент терзает и ларку дотерзают до последнего ассасин чего ассасин не терзают у них никогда сюжеты не было в общем-то дезмонда убили и все дальше и новый гуляй нога на чё хочешь дальше делай не надо запарываться над связью персонажей с прошлого с персонажем из будущего давай я тишка он уже был но он теперь вконтакте он везде он любит общение прекрасно смотрит он он просто он заследит просто просто ну давай что вот но мини об игре первая игра выполнена хорошо декорации пока детализация локация локации пока ты окей детализация масштабы природа все будет высшего прикольная модернизация оружие во время прохождения игры графика 2014 года поразила конечно большие что картинка в игре приближенная к реальности персонажи в игре достаточно качественно прорисованы как и самовара плюс визуальные звуковые эффекты сюжет взят вниз фантазия в основном нереальной ну понятно еще один знаток пимики дальше и все да декорации красиво как глобус снаружи красиво внутри оказывается пусто ничего нет так али алекс даже не написал вообще-то очень тупая идея разработчиков сделать второстепенным и необязательным для прохождения основного сюжета то что раньше было основным и грабить гробницы когда твои друзья в опасности по крайней мере нелогично или она такая что что вы говорите мои друзей убивают да подождут у меня тут новая мини гробница нарисовалась по моему этот алекс один из тех кто в к под конец летсплея уже ополчился на меня что гоню на игру то есть поменял свое мнение вообще-то я о том же говорил что да я не буду посещать гробницы если туда не положат мне какую-нибудь вишенку классную там плюшечку какой-то мне знаю там прицел на автомат положить там новый костюм для лары положите мне не нужна вазочка на экране блин с текстом неинтересно читай следующее алекс данилов он такой эх и напишусь а и пошла жара шашку достала пишет игра конечно резко свернула в сторону от того что было раньше серии но с этим я согласна вот если прежних играх упор был больше на некий головоломки загадки и и же с ними тоже что-то букву перепутал чуть и понять не могу что она то в этой игре такой большой порт сделан на экшен как же он ненавидит это слово он пишет и зрелищность перезапуск все такое типа на самом деле это не секрет разработчики хотели делать свой анчарты кстати очень часто эту ларку созданы с анчарты нам типа что слизывали ланчат анчарты хотя варок девянос шестом появится анчарты пошел доллара тогда не такая была не имеют ввиду что взяли все вот эти моменты где падает вертолет самолет ледишку это уже позже и у них получилось хотя в отличие от анчарты сюжет хромает на обе ноги да ну и без с ним без это не про тебя я тоже хрома и задачи игра справилась развлекать она умеет ну и в общем понятно дальнейшей стратегии развития серии до прежней лариски мы не увидим может и не надо каждой игре свое время резюмирую лариска терминатор мне пришлось по душе игра не идеально но повторюсь задачи различий игрока в кавычках она справилась оценку ставлю в сиськах это же лариска соответственно от меня и 9 сисек из десяти только не дай боже вам представить баба с 9 грудя я бы поставил третий размер из шести возможно да даже бежит четвертым по моему кстати знаешь да что у нее такие сиськи из-за ошибки разработчика первую часть было так что она планировалось то по площади поскромнее понятно ну да я так вообще понимаю что мир она но мнение насчет этой игры делится на две категории одним шутер и ладно другим и где загадки а где это я считаю что просто игру с загадками головоломкой дело сложнее чем сложнее чем тупой шутан в котором нету боссов и вообще четыре вида врагов поэтому сделали как бы там плюс еще что то с разработчиком какие то мутки были что доверили какой то не той фирме там что но я насчет этого не силен разбираться то есть думаю что если разработчик слупил бабла кану слупленная на этой игре бабло потратит на разработку второй игры как следует они на шлюх и кокаин то вторая часть может быть намного лучше это типа они станут опытнее бла-бла-бла если в это поверит туда но блин все равно уже зачатки игры то что лара будет терминатор даже стопроцент так и у меня последний кстати коммент константин бекчуров гробницы в этой игре вообще не нужны во первых там только артефакты дают которым читаешь описание и все во вторых иногда прокачки не хватает чтобы туда попасть но это то о чем я вначале сказал и приходится возвращаться назад спустя пол игры с помощью фаст тревела на этом конец возвращаться то зачем если но вот правильно люди делись на две категории одни там проходит игру чтобы она найти там все эти пиздюльки спрятаны все там за сети выполнить всю херню чтобы на что в на конце цель прохождение сто процентов до в один прекрасный день просто стали делать такие игры где если ты не нашел там в gta все голубиные яйца допустим тебя не сто процентов ты не прошел я прошел сюжет игры я доволен не хватает то есть возвращаться назад за какими-то вазочками дерьмазочками все равно каждому своему не стал да то есть я не из тех людей кому интересно вся эта побочка от начала до последних мне уже не стоит с пофигу сержио рус но то как бы не то что мнение это так просто претензии просто еще какую нибудь это он пишет очень плывительная претензия перестрелки только дикта карации меняются как это называется сетинге геймплей всех игроков без включения на пиздеж пойти что у врагов даже идеи новые до конца игры не появилась то есть действительно ты за укрытием тебе гранату тогда да 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 в тебя стреляют и даже можно заметить что автоматчик первую очередь стреляет мимо тебя начиная со 2 в тебя попадается стопроцентной точностью и подает возможность укрыться и потом да и в итоге что у тебя бой в катакомбах произошел что на обломках корабля что на пляже он бой выглядит одинаково абсолютно ничего нового не делают до самого конца даже самураи на тебя бегут в рукопашную атаку сабли просто вместо двух мачет и все никакой разницы нет они не спускают на тебя собак ничего поэтому это есть да ну во многих играх так делается до в дэдспейсе мало мобов а в основном они одинаковые но там они всегда появляются же по разрывательной резкостью и вообще это хоррор да там не было такого что мне надоело их убивать да там прежде больше там врагов меньше 800 раз наверно чем здесь давай следующего снова роман койку на просто вот и повторок набрала я я не знаю может уже говорил нет он пишет что оценивать игру с оглядкой до игры с абсолютно других жанров мне кажется очень в своем жанре прикрыть как раз как я думал что шутера дала рассмотрится очень хорошо без искал сомнения по поводу этой игры я высказываю себя по поводу его прохождения она была просто лишь бы пробежать по-быстрому наклепать серии на популярную игрушку все что было помеха этому сразу становилась косяком игры будто гробницы или враги какие-нибудь но игра вышла хрен знает когда поэтому клепать ему серии чтобы популярная игра популярная она уже давно не популярная два года к месяц после выхода прошел и уже воспроить потеряла смысл поэтому как как просили просто ее золотой эти не три человека минимум поэтому и она она и появилась тем более что когда я в нее начал играть мне она офигенно понравилось я думал что все гру так будет когда все это закончился я понял что вляпался в какой-то третьесортный шутанчик блин и тогда она уже она меня расстроила я уже думал что на хрен областной сначале вот с того момента где у нее раскрылся парашют поэтому так далее ну плюс а что значит сравнивать ее нельзя вы много вообще приключенческих экшенов со стрельбой знаете собственно еще и от третьего лица от больше никаких везде в остальных случаях если это шутер от третьего лица он делает как survival horror причем хочу заметить что в survival horror и почему-то врагов меньше оказалось чем здесь а здесь была задача оформить приключения а забросали трупами в итоге а приключения какого нет по сути приплыла на остров на котором буре уплыва с острова ура ой господи да это просто волшебность да то есть никакой никакого там томбрайдеры атлантида томбрайдеры город гигантов томбрайдеры некрополис там фараона рамзеса 15 просто какой-то сраный остров блять яматай с пимикой очень круто вообще варакрофт и динозавры да вот и на варакрофт и динозавры чё это был же динозавр в игре верните его нахрен не убивать этих русских бандосов блин один и клонированных вообще более блин с одним мозгом на коллективным на все это мы как-то поклоняются там кому-то божеству знаешь похоже как вот в детспейсе когда было это скажи мне господи обелиск вот этот все поклонялись и молоба и металлоги так я вообще не понял они поклоняются или хотят с острова они хотят типа с острова но они должны поклоняться и там читаются дабривают находит короче тренде какого хрена если ничего не может без тела прикола да пимик ищет тело значит они менять и банки власти но все равно и поднялись остро потому что она вызывает кутам бурю шторм и торнадо за верюхи движение вулкана пукана и все что захочет сказать что даже такому игроку как эфи в томбрайдеры разработчик не смог объяснить уже украинской сезона который фанатеет подъявляю что я все поняла просто я сравниваю вот в актуале которые были а ты читала все книги вот его в тринадцатой читала да потому что я надеялась найти хоть что то что меня заинтересует в книгах ничего просто ничего там написано если скажу что там там написано короче как мужики выживали как главный мужик попал на остров как мужик короче познакомься с другими мужиками как короче мужик и как короче появились на острове геи это все потом о том как история пимика пимика шмимика бабы которая была служанка пимика она хотела ее поглотить для нового тела чтобы пимика было прочитал да но служанка себя убила жрицы сделали то же самое пимика осталось без нового да и она типа такая хоп я стану камнем и все и брошу вниз со скалы хоп и король шута не круто не раз вообще не очень-очень-очень вторично и очень повернула руку просто нет тут просто по что сюжет основной сюжет насчет пимики делился еще временем эфирным сюжетом про спаси друзей если вы только в том но если мы сейчас спаси друзей капец да когда прибегаешь они уже будут все бежала то есть если бы все это время лара была на острове 1 и что-то просто ходила без неустанно вынюхивала все подряд 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 сюжет сюжет я бы понял вот целостность лучше чем вот так когда ой я узнал что-то нового ой пиздец очкарик в беде погнали все о чем там узнал до этого не помню но все говорю что в легенде даже показано лучше как она стала темки есть чем вот просто году где нам обещали что да она будет становление персонажа главной героиней расскажут покажут как она научилась этому как она пришла к тому всему пятому десятому все ну так кроме как стрелять нечего глядя как она звука научилась просто начату погасить ну давай следующий дальше мне идут коменты из людей из людей эти обозрительные коменты со стима стима аугуст сикобра 48 почти 49 часов в игре на игра на вот оставлено еще хрен знаю когда вы строили номер наверно не буду писать дату вставленную кубаши два года назад кому то интересно когда он был а игра ставит митильное впечатление скорее всего больше понравилось чем плюсы хорошая графика сюжет на вторую возможность побродить по миру и расхищать гробницы но не имеется там не такой уж открытый да и возможностям никаких очень много поэтому там невидимые стены да присутствуют так что да прыгнешь просто говорить о наше время о том что есть возможность побродить по миру и полазить по гробницам которых в том брайдере всего от силы штук шесть наверно там этих да побочных гробниц их не так много даже они все маленькие и считать это плюсом это я даже хер его знает далее минусы гробницы проходится легко по прохождению кампании можно все время использовать подсказки использовал подсказки я не полностью не проверяю когда мне нужно подсказки нажимаю точить ее я и делала преимущество очки подсказывает ему что поиск ученщик играть как бы интересно делись и кстати там еще будет в этом городе было не понятно вот что это за человеком сайта и 10 ну понятно и дальше так же так и 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 так конечно и дукова им было и да заходим на мой канал смотрим на гневный почтен а это был час еще не был хорош ой-ой единомышленников у меня не так и мало дневный комментарий почти два часа в игре пользователя джиу пока бра чуба габра чуба габра сюжет настолько пох что лучше посмотрю дом 2 слушая при этом дженте на пиперов летом буду сидеть на подоконнике пить кофе и не думать вообще такое тесто что сценарист и те кто делали геймплей вообще не разговаривают друг с другом таларом это он спиздил у логвинова целом она плачет и 10 минут она убивает врагов пачка то что мы в принципе говорили но его мнение понятно это трудно не заметить просто знаешь игру ай мало и конечно я не играла вот там главные герои чтобы иногда если не хочешь убивать людей он как бы наставлял на них оружие они поднимали и ты мог обойти там да 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 лара такой попытки не делала она бля шла и ебашила и там что самое интересное в игре реализовано то что знаешь не бессмертный персонаж но да естественно вот и лара должно быть такой вот примерно вот такой тот тоже классно везде лазил как альпинист 80 левого но при этом он не был таким безумным киллером то есть человечность какая-то в нем присутствовала теперь лару крофт можно замуж за дюка нюкема выдать и посмотреть что обильно очень просто что такого ну как бы интересный довольно персонаж и вы просто напросто скатили в говно из-за того что ладно это было всего лишь баба которая лазила по грабу ну блин прикольно это просто был индиана джонс с сиськами это он всегда таким был но теперь это просто безумный нумизида киллер убийца овер дохера я просто не знаю далее у нас на дорубес ты знаешь сколько она играла часов это просто волшебно 336 часов но это понятно нагибатель мультиплеера он пишет ну хуй знает наверно норм он бы написал он рекомендует да так что ребята поняли его мнение просто авторитетная далее гневный 5 часов на игра то есть человек даже не прошел игру потому что игра проходит часов за 10 минут мне если по сюжету мчатся то можно можно быть и номер на этот смотря сколько ты будешь ремонтировать лифты думать над тем как пройти форточку там где надо наверно все опросы прохождение потом решил помирать выключил а он пишет самого начала игра начинается захватывающий выживач охота на животных отбивание от хищников лари с трудом удается лишить оленя жизни ради еды но спустя час она уже лихо всаживает ледоруб в голову людей мастерски стрелять изо всех вид оружия скачет как как ассасин начали хорошо под конец типичный шутер с задатками головоломок но вот 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 мнение типичное мнение моего единомышленник просто то, что у меня бомбануло именно на головоломках, не значит, что я просто именно за головоломки эту игру не взлюбил. Я бомбануло просто потому, что прохождение резко просто вообще встало. Просто процесс в игре стал замедляться, замедляться, и вот он встал просто. Ты уперся вот в это нахрен не нужную просто преграду, блин. Далее. Айдол. Это девушка. Айдол? Айдол. Вот. Она наиграла 28 часов в игре. Пишет. Игра, конечно, интересная, качественная, красивая, бесспорно. Но лично для меня, для себя я обнаружила много утомительных моментов, играть в которые просто неинтересно. Нажми сто раз на кнопку Е, и будет тебе счастье. Когда начинаются эти моменты, игру выключаешь, откладываешь на несколько дней. Это просто игра, ничем более. Шесть и десяти. Вот. Вот именно что. Вот. Она-то может отложить игру на несколько дней, а меня затрахивают. Где серия, где серия. Вот и получилось, что серия вот такая, что мне уже, в принципе, вот, блядь, по самое горло уже эти убийства. Вот это все однообразие, но надо снимать, а что делать? Такая специфика. И при этом язык не поворачивается, игру нахваливать бесконечно, потому что я не Блэк Сильвер. Я не могу, блядь, это шедевр. Это игра года. Ну, просто, нахрена, тогда, ну, как бы, зачем врать вообще? Да, да, зачем врать. То, что тебе не нравится, и брать, нахваливать это. Ну, я считаю, это не надо. Да, да, да. Высказать свое мнение, это не преступление. Это мнение, не преступление. Да. Риф моё. Так что, да. Ниггеры из ВСайт меня поддерживают. Я, Ниггер. Далее, доктор Гоголь. Почти 12 часов в игре. Он рекомендует игру, кстати, эта девушка тоже рекомендует. Вот, что с игрой наглядно демонстрирует, что все беды от женщин. Всего одна девушка в скучный пятничный вечер умудрилась разбить корабль, уничтожить пару единиц воздушной техники, устроить локальный геннадик мужского населения на отдельно взятом острые, разрушить культ, который строился десятки лет, отправить на тот свет бессмертных они и божество. Всего за один вечер. Вывод. Любите женщины, давайте скачать ради вашей же безопасности. Да, да, да. Только само это слово они, я же думал, пони. Золбила бессмертных пони. Ну, это такой юмористический комментарий. Ну, да, такой, что, разбавить. Гневный. Да, кстати, а что вообще Лара на остров поехала? Она вообще ехала... А, снимать телешоу. Да, дом 2. Точно. То есть изначально не стояла великая загадка никакая у нее. То есть подоплеки всего этого не было, просто она случайно там оказалась. Они на какой-то вообще там остров нашли остров дракона или какой-то там несколько, короче, скоплений каких-то там островов, какой-то там драконий яйцо. Да, и где-то из них должен был быть Ямата. Да, и типа они попали как будто в какой-то, типа, подберешься в треугольниках, что-то, а там вот этот остров рядом возле треугольника, это короче, в каком-то там море японском или китайском. Случайно попал на остров случайно убило 3000 человек, случайно спаслась. Томбрайдер, начало легенды. Далее, гневные комментарии, 10 часов наигранном, блохастый. Блох, это не там брать, все написано как, это не там брать, а анчарты с сиськами. Все. А я тоже видел в комментариях. Да, все. Вообще гневный, но тут, в общем-то, у всех всего, ну, да, шесть, как бы, ну, далее, так, чтобы разбавить остановочку, все потолки, все заскучали. 526,5 часов наигранном игре. Саппорт лиски, чувак. Что он пишет? Я просто волшебный, просто, ну, просто, ну, замочил чайку с лука. Все. Это человек, который наиграл 500 мать его часов. Блядь, в эту чайку было, видимо, чертовски трудно попасть. Он замочил чайку с лука, 500 часов целился, ты представляешь? Это охота за чайкой шла 21 день. 22 дня практически. Шел 15 день моей охоты, мои глаза не закрывались. Господи, что чайка ему сделала, я не знаю. Она должна была просто насрать ему в лицо, когда он готовился поцеловаться с Анжелиной Джоли. Вот далее, вот честно, у меня вот этот комментарий, он очень так, вёл ступор, и мне хотел сказать, чувак, ты чё, долбанулся, что ли? 30, почти 40, о, 30. 31 час почти в игре наиграно. Аслан Шохл, короче, Аслан какой-то. Ага, спросил, как прыгать. Ага, он написал, игра понравилась, очень перезивал, перезивал за главных, главных, за всех героев, короче. Немного похоже на игру, внимание, вот это вообще меня убило. The Last of Us. Создание оружия из шестерёнок, разнообразные навыки. Ты понимаешь, да, то есть, вот мою мысль, что я хочу сказать. Да, я сейчас что-то даже... Я тоже зависла, когда это у неё. Какой Last of Us макиваю? Он в игре, кстати... А, ну он сказал, что крафтом похожа игра. Всё. А из крафта Last of Us я помню только что, там эти отмычки сооружаются из ножа. Бутылки, там ещё какие-то взрывные... Да, да, можно смертельное оружие сделать из ножа или отмычку. Это единственный, по-моему, крафт в игре. Плюс сравнивать сюжет Last of Us с вот этим. Не знаю. Я тоже так... Графикой, может, похоже. Графикой? Ну, не знаю. Да, довольно странное сравнение. Да, да, какой-то парень. Вот, далее Flipper 63 Rus. Он дельфиненок. Почти 15 часов в игре, рекомендуют её. Отличный, очень красивый экшен с немного простеньким сюжетом. Отличное перерождение Лары Крофт вообще. Ужасное перерождение Лары Крофт. Всем строго рекомендуется. Чтобы это было классное перерождение Лары Крофта, она должна была в конце предыдущей части умереть, а в этой возродиться роботом. Вот тогда бы всё было понятно и оправдано так. Это не перерождение, а херня какая-то. Да, это просто издевательство. Вот. Нормал. 93 часа в игре наиграно. Несмотря на критику, он рекомендует эту игру. Несмотря на критику игры о том, что в ней присутствует много жестокости и насилия, а поблагодарим феминисток, которые начинают там что-то трындеть. О боже, эти жирные феминистки. Шлёп мне её по жопе. Они такие типа, ой, там Лару зажимаю. А я по РСТ. Там был момент, помнишь, когда её там типа такой чувак похватит, ай, детка, детка. Вот это они типа такие, а вы что, вы что, а укроп, аа. Вот это вот всё было, короче. Они там вообще взбучились просто. В чём я крайне не согласен далее продолжать этот человек. Это добавляет только интересы игры. Чего? Ну, в игре, наверное. Хотя... Что и добавляет интересы игры. Жестокость и насилие. Жестокость и насилие. Интересы игры, да. Так было бы хоть интересная жестокость и интересное насилие. Хотя есть моменты с реками крови, от которых просто офигеваешь. Это Лара Крофт. Вау! Он под впечатлением. Плюсы. Всегда мечтал походиться на животных с луком. Ты только вначале это делаешь, придурок! Это здорово. Вот это делаешь, когда хочешь, в принципе. Просто это незачем делать. Да. Там... Ах, просто. И даже в Assassin's Creed, если ты убил акулу, ты можешь сделать из неё чехол какой-нибудь. Здесь это просто бессмысленно. Ну да. Чуть-чуть экспы ты получишь. Иди лучше в гробницу ограбь. Там ты получишь ненужный левел. И потратишь его на абсолютно тупой перк какой-нибудь. Перков много, а половина ненужные. Плюс никаких однообразных локаций. Ты согласен с этим? Нет. Я тоже не особо. По-моему, не все одинаковые. Остров, он и есть остров. Он только в конце зимний стал. Более... Единственное, что ж, классная локация. Это пещера с трупами. Да, да, да. И то, блядь, они её просрали. Они нихуя не смогли обыграть и объяснить, кто их наубивал, почему он их повесил, что вообще там произошло. То есть, ну я понял, что ходят гигантские они, и он просто ушёл, и потому его ещё и ветром с моста сдуло. Пещера трупов чьих рук дело вообще? Блин. Блин, вот почему там нету босса в пещере с трупами, вот почему его там нету, господи. Да, там пространство. Пиздец. Далее. То есть, такой момент был без... Блядь. Это как джипперс-криперс снять без джипперса-криперса. Сделать, что он попал в пещеру с трупами, выброс и говорит, ху, ну и хуйня. Ой, далее вообще просто убийственный его плюс, это более умные загадки. Никакого однообразия, типа нажимай и двигай стены. По-моему, это там есть. Просто вот, просто. Там тупо надо было это и делать. Пропусти буйок, подпрыгни, подцепись, прокрутись. Очень интересная сюжетная линия. Ну, понятно, человек просто не разбирается вообще, как должна выглядеть Вара Крофс вообще. Он недавно играет, выигрывает. Он запустил эту игру 13 декабря 2014 года, все понятно. В общем, как бы сделали регенерацию здоровья. Это только плюс, не надо заморачиваться по поводу здоровья. Кстати, лично я считаю, что это минус, потому что регенерация. Потому что, если раньше ты забывал про, ну там знаешь, сажать аптечку, то есть ты там подыхал, то есть хоть как что-то приближенное к реальности было. Но в таком оголчелом шутере, ты без регенерации не вышла. Это и есть Call of Duty Battlefield, это именно такой шутер, в котором именно должна быть регенерация жизни, иначе хуй кто ее пройдет. С таким количеством просто диким врагов, которые просто везде и повсюду. Ну, не знаю, я бы, ну если с аптечками, знаешь, как в Dark Souls от костра до костра 10 штук. О, да. В общем, это лучшая Вара на сегодняшний день. Он пишет, разумеется, 18+, 10 Анжелин Джоли из 10. Да, в принципе, слушай, если бы сделать игру по аптечку, то надо было выстраивать какой-то план на бой, там делать ловушки, но этого всего здесь нет. Ни плана на бой, ничего. Это больше похоже на выживание, больше похоже на то, что Лара как-то пытается себя спасти, как-то она что-то хочет за чему-то. Это просто клиент из тут херачит врагов сотнями, тысячами. Да, господи. Ей бы еще лошадь, лосо и шляпу. Ну, этот коммент и видео, но я его зачитаю, потому что его ребята, скорее, все не видели. Вот, Викенрик какой-то, 13 часов в игре, наиграно, рекомендует и пишет, сиськи. Все, короче. Ее, как две спелых дыньки, задницы, маня, две полоски. Ну, я же вначале такую музыку пускаю. Далее. Ой, вообще, чувак, короче, он не рекомендует игру, он вообще 17 часов наиграл, а потом вообще по нулям вообще не играл. Типа, пишет, что становление лары, захватывающие приключения, симулятор выживания. Типа задается вопросом он. Если вы ждали именно этого, то смело проходите мимо, хотя рядом стоит, в этой игре есть. Читал, наверное, да? Да, да, да. Хороший отзыв, кстати. Мне понравился. Качественный визуальный дизайн, в какой-то веке хорошая графика, новая технология отрисовки волос. Выглядит интересно, хотя чудес не ждите, это бета-версия. Ну, скорее всего, в самом начале. Отрисовки волос под мышкой. Вот этим надо удивляться. Великолепная работа маркетологов. На последнем пункте, становимся подробнее, он там начинает, короче, разглагольствовать и бла-бла. Да, но все по делу, в общем-то, он там пишет. Но он пишет, что подсунули решительно не то, о чем говорили. Но это уже мы вначале говорили, так что читать нету смысла, что обещали одно. И удивительно, что дали совсем другое. Ой, как удивительно, я в шоке. Это все равно, что поверить, что твои китайские часы и водонепроницаемые, как написано на этикетке. Как про айфон, помнишь, так гифка? Типа водонепроницаемый, пыньк, и вообще отлично. Далее, чувак Акерман. 43 часа наиграна. Пишет, одна из лучших приключенческих игр за все время, чтоб ты был здоров. Ну, просто их немного выходит. Да, история развивается на острове Ямата, игра полна загадок, бла-бла, полностью открытый мир, бла-бла, сетевая игра на высоком уровне, бла-бла. В общем, игра просто отличная, конечно, есть недостатки, но они почти незаметны. 9 из 10. Люди вообще делятся на две категории. Одни считают, что сетевая игра шикарна, другие в нее даже играть не стали, по-моему. Потому что в таких играх сетевые игры, это все равно, что, не знаю, в Resident Evil 6 есть сетевая игра. То есть, знаешь, прикручивая как little bonus. Я вот тоже, у меня есть лицензия Lara Croft, но я не рвусь играть в сетевую игру, потому что у меня шутера и в линейке хватило, то есть в линейном прохождении. Я же, кстати, думала покупать игру, эту ларку, но потом такая подумала, блин, да ну нафиг. Что-то как-то не хочу. Я тебя потом с распродажей подгоню. О, да. Для любителей коллекционировать. Ну что там, давай какой-нибудь последний завершающий. Ну, последний. На час мы уже наснимали. Девушка оставила, она так более, так знаешь, подробно подошла к этому всему делу. Мелисса пишет, что 17 часов наиграно, ожидала большего. Люблю эту игру, но логичные в кавычках действия иногда меня убивают. Лень что-то писать, впечатления и все такое. В общем, таблица. Она привела таблицу, в пример, потом я зачитаю ее. В общем, в принципе, приятно играть, но со временем надоедает. Не знаю, что про сетевой режим не играла, честно. А так игра неплоха. И далее таблица. Сюжет 8 из 10, графон 9 из 10, геймплей 5, 5 из 10, персонажи 9,5 из 10, музыка 8,5 из 10, насилие и полемика. Чего музыка? Музыка, музыкальное сопровождение. Не слышал музыки там вообще, честно. Насилие и полемика 7 из 10, атмосфера 8 из 10, логика 4 из 10. Меня удивляет эта женщина, во-первых, то, что она так точно знает, сколько из 10 она готова дать. Во-вторых, что разбила игру настолько много пунктов. Это невероятная душность и человек. Она, похоже, работает в этой сфере. Похоже. Наверное. У меня просто игры сиделись на две категории. Полное говно, средненькое и это шедевр. Вот Лара Крофт, это средненькая игра. Ее можно пройти, в принципе, ничего не потеряешь. Смотрится красиво, но до шедевра ей, как до Китая на голой жопе по земле скакать. Потому что все очень-очень недоделано. Мне вот нравится, последний человек написал, вот именно, знаешь, то, что, по сути, то, что мы говорили сегодня весь вот это время, он тут написал, что игра кардинально помялась в свои внутренние устройства. На первом месте здесь уже не акробатика, гробницы и головоломки, а экшен, зрелищность и открытый мир. В общем, всех этих перестрелок, укрытий у воротов и скриптов в итоге становится так много, что все староверы и фанаты прежнего Лары Крофт должны, по идее, встать, отбросить попкорн, демонстративно покинуть зал. Ну вот, я хоть и не фанат, но сделать готов был то же самое просто. Потому что это... Лара Крофт в какой-то момент умудрилась перестрелять даже Вольфенштейн. Просто счет ее жертв, мне показалось, идет миллионами. Она, блин, жизни унесла больше, чем Гитлер. Просто убивала, 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 убивала до самого конца. Просто вот реально. 15 минут первой игры, это вступление, все самое лучшее в первых 15 минутах игры. Это, знаешь, представь, вот длинную баржу, да, которая лесовоз там плавает. Вот в начале корабля сложит там вот немножко пару плюсов, там, да, вот эти вот красивые моменты, что вот она вот там, игра только начинается, она ничего не умеет. А на все остальное место складывает трупы, которые она убила. В один прекрасный момент просто не перевесит, корабль перевернется и утонет. Вот так вот примерно с моим интересом к этой игре и произошло. В один прекрасный момент, просто чаша моего терпения переполнилась трупами эти наваленными. И все, я понял, что просто нахрен это надо было браться за это еще и с джойстиком. С джойстиком, конечно... Ну что вообще с джойстиком? Типа что в кинематографичной это все выглядело? Да, да. Ради этого? Вопрос, что это, да, это такой ядерный шутан, где на тебя набегает такое количество врагов. Если им стрелять только в голову, начинать, это будет просто дергание камеры постоянно. Постоянно прыгать, постоянно... Ну вот сейчас, я думаю, мультиплеер на заднем плане наглядно покажет, как бы выглядел весь летсплей. Поэтому я героически взялся за джойстик, и героически шутер мне не понравился. Не, ну отчасти в этом виноватый джойстик, но действительно однообразность этих перестрелок, она... Бедный джойстик здесь ни при чем уже. То есть навязанный лук, маленький арсенал, апгрейд оружия, ну не знаю, вот президент Иволи мне интересно было оружие апгрейдить, там прокачивать, он больше дамаг становился. Здесь у меня появились огненные пули, но люди от них почему-то гореть не начали. Там лука бронебойного не дошел. С веревкой там вот эта вся пигня. Да, да, вот куча загадок. Угадай, куда прикрепить стрелу, потом угадай, чем сломать вот этот барьер дробовиком или гранатой, и все такое прочее. Не знаю. Очень не знаю. Лучше бы, конечно, было как раньше. Немножко того, немножко вот этого. То хотя бы равные части загадок, стелса и шутинга. Отталкивались бы уже, я же говорю, от последней, предпоследней части 2008 года, Underworld и все. Там, то есть, как-то это было. Другие времена, другие люди, другие вкусы, другие нравы, другое все. Странно, что в игре нет секса. Потому что... Нет, 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 там была замутка на сексуальное насилие, но феминистки сказали ни-ни. Пошли они... Хуй. Феминистки. Основная аудитория игроков все-таки пацаны. Поэтому, если бы кто-нибудь дрюкнул в Арукрофт, когда ей играл пацан, это было бы не очень. Ну, что? В общем-то, на этом, я думаю, мы закончим. Второй выпуск этого экспериментального шоу, в котором каждый мог высказаться. Спасибо всем тем, кто воспользовался этой возможностью. Спасибо всем тем, кого мы просто затащили в это шоу из Стива. Да. Да. Так что пишите там что-нибудь, оставляйте внизу в комментариях. Да, и жмите куда-нибудь. Лайкайте, смотрите на рекламки. Да, оставайтесь с нами и адьё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!